Всем привет! Это подкаст «Я библиотекарь». Я рассказываю про литературу, русский язык и про всё, что с ними связано. Меня зовут Наташа Шемякина, и я работаю библиотекарем. Итак, начнём. Как вы поняли, мне очень интересно разбираться в русском языке, какие изменения в нём происходят, откуда появились какие-то слова, что значит буквы. И вот я наткнулась на интересную тему. Мама и папа. Казалось бы, чего необычного в этих словах? А вот я вам сегодня и расскажу. Мама и папа. Первые слова, которые мы произносим. Как вы называете своих родителей? Ма или па. На самом деле, очень много различных вариаций, и я вам про них расскажу. Ну и немножко расскажу историю этих слов. На многих языках мира мама и папа произносятся похоже. Почему? Советский и американский лингвист Роман Якобсон считал так. Просто звук м является самым простым для произношения звуком. Его можно произнести безо всякого усилия и даже с закрытым ртом. А гласное А самое лёгкое из гласных. Нужно просто открыть рот и издать звук А. Поэтому Ма очень легко произнести. Потом слог удвоили. Просто потому, что детям нравится удваивать звуки. Таким образом они завершают свои слова. Звук М очень похож на звук Н. Поэтому в некоторых языках приживается мама. У некоторых Нана. Но это конечно же один и тот же механизм. А что же с папой? Якобсон говорит. Дети научились произносить звук М. Ну и дальше пробует выпустить воздух через сжатые губы. И получается в зависимости от настроения П или Б. Или касаются языком альвеол. И получается Т или Д. Поэтому второй по значимости человек, который заботится о ребёнке, это папа, баба или та-та. Ещё забавный факт. Якобсон считал, что слово мама означает на детском языке еда. И говорит мама тогда, когда видит приближающуюся еду. Ну не знаю, как она на самом деле. Что же там по истории? В России к родителям редко обращались, употребляя слова отец и мать, считая их книжными и высокими. Находились и другие слова, которых было немало. Причём они отражали социальные различия в обществе. Ну и давайте начнём разбираться, что там за слова такие. Первое слово тя-тя. В истории России деревенские дети папу называли тя-тя. Вспомните стихотворение Пушкина «Утопленник». Прибежали в избу дети, в торопях зовут отца. Тя-тя, тя-тя, наши сети притащили мертвеца. Слова тата, тя-тя, тятенька и отец были повсеместно распространены на юго-западе России, в Псковской и в Архангельской губерниях. А в Сибири, в сёлах и в деревнях такое именование отца распространено до сих пор. Происхождение этого исконно русского слова филологи объясняют по-разному. Вообще, так много разной информации. Я думаю, если вас заинтересует, вы обязательно пойдёте и узнаете всё, что вас волнует. Кстати, в нашей библиотеке тоже есть интересные книги, где можно узнать эту информацию. А также можно запросить книги с сервиса Литрес Библиотека. Совершенно бесплатно. Следующее слово «папа». Это самое популярное наименование родителя. Папа является заимствованием из французского языка и появилось не так уж давно, около двухсот лет назад. Происходит от французского «папа». Ударение на последний слог. Папу заимствовали сначала дворяне, потом купцы и мещане стали говорить «папенька». И только к началу 20 века слово «папа» распространилось во всех слоях населения. В рассказе горького «Жизнь Матвея Кожемякина» Матвей удивляется обращению «папа». У нас папой ребятенки белый хлеб зовут. Детское слово «папка» в значении «хлеб» «хлебец» отмечено в словаре «даля». Еще одно слово «батя». Много разных версий происхождения этого слова существует. Вот одна из них. «Батя» – это общеславянское слово, и оно является однокоренным со словом «брат» и является уменьшительно ласкательной формой от него. Позднее слово «батя» стало использоваться как семейное название родственника вообще. В отдельных славянских языках, как, например, в русском, получило значение «отец». Материалы словарей указывают на то, что слово «батя» употреблялось в смоленских, курских, томских говорах. Слова «батя» и «тятя» могли быть принесены старообрядцами-поляками. В русском языке 11-17 веков отца именуют «батя», но первая его словарная фиксация в словаре Академии Российской уже дается с пометой «просторечная», «простонародная». Самые ранние примеры можно найти в летописях, начиная с 12 века. А еще одно ласковое наименование – «батюшка». Слово «батюшка» зафиксировано в деловых актах московского государства за 1619 год. Уже в 18 веке «батюшка» – нередкость. Дворяне употребляли слова «матушка» и «батюшка». Крестьяне этими словами величали «барина» и «барыню». В словаре русского языка 18 века можно найти слово «батюшка» и его значение – один из родителей мужского пола. Но, помимо этого значения, есть еще и обращение к постороннему человеку мужского пола – почтительное обращение к священнику, государственному деятелю высокого статуса, от которого ждут заступничество или где предполагается заботливое отношение, то есть отеческое. Например, «барин-батюшка» или «царь-батюшка». Но может возникнуть и обратная ситуация. Старший по чину или званию говорит иногда младшему «батюшка», давая понять, что снисходит к нему. Сейчас это слово сохраняет все эти значения, но в значении «отец» оно дается с пометой «устарелое» и «почтительное». А еще остается значение о чем-то дорогом и жизненно важным. Например, «хлеб-батюшка». Атас. Достаточно спорное слово со спорным происхождением, но есть версия, что атас – это сокращенное от татарского «атасе», что значит «отец кого-либо». Есть и другая версия происхождения. Все мы играли в детстве и, бывало, кого-то обижали. А обиженный мог пожаловаться своему отцу. Сигнал «атасе» обозначал, что идет «отец» и сулило мало добра. Все зачинщики разбегались, а в русский язык слово попало в сокращенном виде, но с тем же смыслом. Пора разбегаться, конец игре. Вы думаете, уже все, но нет. Еще есть слово «атаман» – старший в роду и предводитель у степных народов, предводитель казаков или вообще старший в деле. По одной из версий слово происходит от тюркского слова «ата» – «отец», «дед» с личным окончанием «ман», что значит «я» и буквально означает «я ваш отец». Ну и последнее. Папаша. Папаша и мамаша. Горожане среднего достатка говорили «мамаша» и «папаша». В купеческих слоях было принято обращаться к родителям маменька и тятенька. Выпуск получился очень длинным, поэтому я разделю его на две части. Это был подкаст «Я библиотекарь». Подписывайтесь на нас и узнаете еще много интересного. До встречи в следующем выпуске.